Потомки динозавров в наше время. Что мы знаем о них? Мы живем в очень интересное время в истории Земли. Планету населяют миллионы видов самых разнообразных животных, птиц и насекомых. Нам, конечно, хотелось бы увидеть живого динозавра, как это осуществилось в серии фильмов парк юрского периода. И неважно, был бы это опасный тираннозавр Рекс или огромный, но безопасный аргентинозавр. Но мы пока не можем увидеть их вживую, хотя современные технологии клонирования внушают надежду на то, что когда-нибудь мы все-таки повстречаемся с этими уникальными экземплярами. Хотя и сегодня существует множество современных животных, которые очень похожи на ящеров юрского периода. К примеру, возьмем жирафа. На кого он похож? Как насчет диплодока? Ведь он, как и другие подобные травоядные динозавры, имеет длинную шею, как у жирафа, и может спокойно доставать до верхушек деревьев и питаться листьями. Но жираф не является потомком динозавра. Или броненосец. Вылитый современный динозавр. Имеет панцирь и своей формой тела напоминает анкилозавра, только гораздо меньших размеров. Но, к сожалению, он тоже не является дальним родственником динозавров. А носорог своими повадками смахивает на трицератопса. Похожее массивное тело и огромный рог на лбу. И опять же, никакой родственности с динозаврами носорог не имеет. Все вышеперечисленные животные – это млекопитающие. А динозавры, как известно, подходили ближе к рептилиям. Но возникает множество вопросов по поводу отношения динозавров к рептилиям. Строение тела, повадки и, конечно, образ жизни доисторических ящеров. На сегодняшний день уцелевших рептилий можно пересчитать по пальцам. Черепахи, ящерицы, змеи, крокодилы и новозеландская готерия – единственный современный представитель древнего отряда клюоголовых, который обитает на нескольких небольших островах Новой Зеландии. Итог очевиден. Динозавры принадлежали классу рептилий. И вышеназванные рептилии больше относятся к троюродным или даже к пятиюродным потомкам динозавров. Группы рептилий разнообразны. К примеру, черепахи. Появились раньше динозавров, и даже тот факт, что они жили по соседству с тираннозаврами и мегалодонами, не относит их к родственникам доисторических ящеров. Скорее всего, это были просто соседи, и принадлежат они к совершенно другой ветви генеалогического дерева. Крокодилы – казалось бы прямые потомки динозавров. И опять не совсем верное утверждение. Объясним почему. Примерно около 250 миллионов лет назад образовалась новая группа рептилий – архозавры. Именно от них и начали происходить и другие основные группы. А именно, группа птирозавров – воздушные рептилии, группа динозавров – сухопутные рептилии и наши с вами крокодилы, которые принадлежат к водным рептилиям. По строению черепа и расположению костей, можно сделать вывод о том, что крокодилы являются ближайшими родственниками одной из многочисленных групп динозавров, но они всего лишь имеют общие корни. Но этот вид эволюционировал параллельно с динозаврами. Причина того, что крокодилы дожили до нашего времени, а динозавры нет, кроется в том, что они могут менять температуру тела и быстро адаптироваться под резко изменяющийся климат. Повадки, охотничьи инстинкты, изменение температуры тела при определенных движениях, охота и поедание добычи указывают на сильную схожесть между современными рептилиями и доисторическими. С каждым днем все больше и больше ученые и палеонтологи склоняются к мысли о том, что многие ящеры были с перьями, дейнонихи и комсогнаты, а некоторые выдвигают теории, что даже тираннозавр Рекс и Диплодок были пернатыми животными. Но палеонтология наука основанная на многих предположениях. И прежде чем доказать что-либо, необходимо тщательно заниматься изучением и строением скелетов древних ящеров и учитывать абсолютно все – погоду, питание, повадки и привычки динозавров. Существует еще одна теория о предках рептилий, чьи потомки живут рядом с нами. Это динозавроморфы. Между ними и натуральными динозаврами было настоящее соседство на протяжении 30 миллионов лет. Но постепенно динозавроморфы стали исчезать, а динозавры стали ее полными хозяевами. Лишь единичные отдельные виды рептилий дожили до наших дней практически не изменившись. Также динозавры были поделены учеными на два отряда – ящеротазовые и птицетазовые. Но самая важная ступень эволюции началась с двух видов доисторических ящеров. Один из них – археоптерикс, а другой – кампсогнат. По тщательным и кропотливым исследованиям палеонтологов, археоптерикс является одним из близких родственников современных птиц. Кампсогнат из класса тераподов тоже является древним, но прямым предком птичьего класса. На сегодняшний день подкласс птиц считают прямыми потомками динозавров. Но опять же, это только теория, потому что еще не открыты промежуточные звенья между динозаврами и птицей. Как только будут найдены и открытые новые виды ящеров, так и дело начнет сдвигаться с мертвой точки, и картина эволюции будет приобретать уже более понятный для ученых вид. Согласно последним данным молекулярной биологии и палеонтологии, разнообразные современные птицы, страусы, утки и куры берут начало от трех групп птиц, возникших в конце мелового периода. Но сначала мы расскажем вам о некоторых рептилиях, которые, по мнению ученых, происходят от своих предков, живших бок о бок с динозаврами, а возможно некоторые из них являлись таковыми ящерами. Филиппинская парусная ящерица и Малукская парусная ящерица – виды ящериц из семейства Агамовых. Взрослые ящерицы могут достигать длины до одного метра. Площеносная ящерица из того же семейства – единственный представитель рода Хламидозаурус. Если вы смотрели первую часть парка Юрского периода, то заметили в фильме точно такую же ящерицу. Также нас не обошло стороной семейства варановых. Белогорлый варан достигает массы 17 килограмм и 2 метров длиной. Имеет устрашающий вид. Комодский варан – самцы этих гигантов достигают 3 метров в длину и веса около 80 килограмм. Шипохвосты – самые крупные экземпляры достигают до 75 сантиметров. Василиск двухгребневый – вид ящериц из рода Василисков. Маленькая копия ящера из Юрского периода. Грифовая черепаха или аллигаторовая черепаха. Посмотрите на нее, она как будто перенеслась из мезозойского периода в наше время. А чего стоит рептилия с названием Молох? Ящерица из семейства Агамовых, типичный представитель Юрской фауны. Кстати, интересный факт. Защищаясь, эти ящерицы могут стрелять кровью из глаз. Малый пояс и хвост из одноименного семейства похож на сказочного дракона, чем на динозавра. Плоскохвостые мадагаскарские гекконы – непревзойденные знатоки маскировки. Ну а игуаны в своем разнообразии видов – вылитые ящеры доисторической эпохи в миниатюре. Также не обошли стороной и гекконов, которые являются яркими представителями рептилий и напоминают нам существ с мелового периода. Теперь перейдем к птицетазовым представителям, а точнее к их потомкам. Одним из родственников современных птиц считается древнейший из известных динозавров – архиоптерикс, возрастом 150 миллионов лет. Он похож и на птицу, и на ящера. Он считается недостающим звеном между птицами и динозаврами. Также под вопросом родства такие ящеры, как микрораптор и лонгиптерикс. Анхиорнис – существо, похожее на фазана. Всеми своими останками показывает, что он тоже является звеном перехода ящеров к птицам. Вегавис – летающий ящер, которого ученые уже отнесли к группе, к которой относятся утки и гуси. Также переходным звеном динозаврок-птицей являлись так называемые древние птицы-мыши. Пингвины тоже являлись неотъемлемой частью переходного звена в эволюции животного мира, ведь они существуют уже целых 36 миллионов лет. У птиц и динозавров так много общего, что некоторые ученые называют их «птицы-оперенными динозаврами». Хотя птицы и не рептилии, но все-таки есть несколько очень важных особенностей сходства. Ноги птиц покрыты чешуей. Птицы откладывают яйца в твердой скорлупе. Таким образом, гипотеза о существовании родственников динозавров в наше время подтверждается. Воробьи, голуби, вороны могут являться ближайшими родственниками динозавров. Крокодилы и черепахи тоже являются родственниками ящеров. Они развивались примерно в одно и то же время с динозаврами. Вполне возможно, что в скором времени палеонтологами и учеными будут показаны сенсационные открытия, и мы с вами можем узнать много нового и удивительного из мира, которые когда-то населяли фантастические животные – динозавры. Если вам понравился выпуск, ставьте свои пальцы вверх, обязательно подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии, а также жмите на колокольчик, чтобы одними из первых посмотреть новые и интересные выпуски от нашего канала «Реальное-нереальное». Субтитры создавал DimaTorzok